Доброе утро, дамы и господа! Мы продолжаем наше путешествие с Ленско-Енисейским отрядом под командованием Василия Васильевича Прончищева. После отплытия 30 июня 1735 года отряд двигался из Якутска вниз по Лени. Регулярно сходили на берег под штурман Семён Челюскин и картограф Никифор Чекин с двумя-тремя помощниками для проведения инструментальной съёмки, необходимой для составления первой карты реки Лена. В начале июля отряд отметил на правом берегу реку Алдан и онной реки Устье. А в бортовом журнале было записано «По левую сторону течёт река Вилюй, по правую сторону стали близ берега к острову Песчаному, и на онном острову монастырская рыбная ловля, и живёт один монах и монастырские жители». 14 июля отметили по правую сторону каменистый остров, который по-якутски называется «Столб». А к началу августа экспедиция вышла к дельте реки Лена, где Василий Прончищев вместе с Семёным Челюскиным на Ялботах снимали план Ленской дельты. Василий Прончищев в рапорте отмечал, «Принуждён, не упуская время, хотя и дальней излишества было по ему пути ездить в Восточную протоку, называемую Быковскую, которую в устье Ленская к Быковскому мысу, который по усмотрению моему лежит в ширине 71 градуса и 40 минут, хотя и с великой трудностью за немением знающих лодсполов, точную божеской милостью без вреда прибыл». Следуя Быковской протокой, ведущей на юго-восток, дубель-шлюпка вышла в море. Но из-за противного ветра встала на шесть дней на якорь у Быковского мыса, где солдаты и матросы ловили рыбу и заготовили девять бочек – нельмы, кумжи, муксуна. 10 августа был отправлен в Якутск рапорт за номером один Витасу Берингу, в котором подводился итог пройденной части пути. А 12 августа начат новый раздел судового журнала. «Журнал морской с поможением Божиим». Следующий на дубель-шлюпке Якутск от реки Лены, от Быковского мыса, подле западного берега Северного океана. Под командую господина лейтенанта Прончищева, употребляя склонение компаса одной-второй румба «Восточная». А о том, что ждёт Ленское и Несейское отречивание, и как встретит первопроходцев Северный океан, узнаем в следующий раз.